Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Главное». Меня зовут Нина Демогла. Сегодня на вопросы касаемо гуманитарной безопасности, экономического кризиса, кризиса, связанного с большим количеством пребывающих в Молдову беженцев из Украины, а также о главных проблемах малого и среднего бизнеса и то, как он будет выживать в нынешних реалиях, мы сегодня поговорим с гостем нашего эфира. Наше приглашение сегодня принял экс-министр экономики Республики Молдовы Анатолий Усатый. Господин Усатый, здравствуйте, добро пожаловать. Добрый вечер. Хочу начать именно с ситуации с беженцами. Вот мы действительно, Молдова приняла в нашу страну на душу населения, на одну душу населения больше всего, да, человек, которые прибывают к нам из Украины, причем разных национальностей. Давайте начнем и поговорим о том, насколько, на ваш взгляд, наша страна была готова экономически столкнуться с этой ситуацией. По вашим наблюдениям. Ну, даже не только наблюдениям, наверное, здесь легче оперировать цифрами, потому что цифры говорят сами за себя. Конечно, с экономической точки зрения абсолютно страна была не готова. Недавно было опубликовано буквально исполнение бюджета доходной и расходной части за первые два месяца текущего года. Информация в свободном доступе на сайте Министерства финансов Республики Молдова. Ну, по сборам мы читаем каждый день. Таможня чуть ли не на 25% больше по сравнению с прошлым годом дала доходов. ФИСК, я имею в виду налоговая служба, также идет рост по сравнению с прошлым годом. То есть где-то порядка 1,2 миллиона больше, чем с аналогичным периодом прошлого года. То есть собрали 7,3 миллиарда. То есть на 1,2 миллиарда больше, чем в прошлом году. То есть достаточно оптимистические результаты. Обычно вот это, на поверхности эти цифры находятся. И это действительно так, пока мы не переходим к расходной части. Но расходная часть 9,3 миллиарда. То есть дефицит официальный, который сделан, это 2 миллиарда только за первые два месяца. Притом рост по сравнению с прошлым годом по расходам 1,6 миллиарда. То есть доходы выросли на 1,2, а расходы на 1,6. Вот здесь возникает вопрос, были ли мы готовы экономически к такому потоку беженцев и всеми проблемами, которые были связаны с непростой ситуацией в соседней стране или нет. Вопрос, ответ, скорее всего, нет. Это мы прекрасно понимаем, потому что это еще... Мы не в розовых очках, мы прекрасно понимаем. И газовый кризис, то есть энергетический кризис, и пандемия еще не закончилась до конца, хотя, слава богу, уже полегче становится. Рост цен с этим связанным. Но, тем не менее, если мы отвечаем на вопрос, готовы или нет, говорим, что нет. Но, тем не менее, господин Мусаты, все-таки я напомню, что наша страна уже приняла более чем 110 тысяч беженцев из Украины. Однако только около 3 тысяч подали заявку на статус, официально на статус беженца. Но вот это количество людей, около 3 тысяч, которые остаются у нас, непонятно еще. Мы надеемся, что на небольшой срок, что скоро все в регионе станет спокойно, тихо. Но пока это еще непонятно. Этих людей как-то нужно содержать. На душу населения премьер-министр сказала, что ежедневно уходит по 25-30 долларов на их содержание. Этих людей нужно где-то трудоустраивать. У нас и так проблема с рабочими местами. Не так ли? Как мы будем обеспечивать им жизнедеятельность? Смотрите, прошло уже какое-то время с начала вооруженного конфликта. С 24 июля больше 20 дней уже прошло. То есть это уже достаточно времени для того, чтобы проанализировать, сделать какие-то опции по управлению кризисом. Понятно, что мы не знаем, как будет дальше развиваться и сколько будет длиться еще этот кризис. Никто не сможет предугадать на данном этапе. Но это не значит, что не надо планировать ситуацию. Обычно как делается? Пессимистичный вариант, оптимистичный. Оптимистичный, все, больше не будет расти количество. Пессимистичный, не дай бог, будет увеличиваться. У тебя есть вилка расходов. Минимум, максимум. И когда мы просим, допустим, финансовую помощь у партнеров по развитию и других стран, тогда надо конкретно объяснять, зачем нам эти деньги нужны и сколько их конкретно нужно. Вот эта даже цифра, которая была озвучена, 25-30 долларов, она тоже так как-то взята. Я читал отзывы в интернете, как бы люди с сомнением, даже те, которые получают помощь, когда они показывают, это что, 25 долларов, знаете как. То есть вы подозреваете, что есть какие-то вопросы к распределению этой помощи? Я бы не хотел прямо так делать, потому что если на самом деле есть что-то такое, это очень плохо. Не буду давать другие термины и оценки этой ситуации. Не думаю, что так. Я думаю, что не до конца просчитаны, не до конца понимаем, и нет конкретного плана, и сколько нам нужно. Это те, мы говорим, 3000 человек, которые официально запросили убежище в Молдове. Ну, не надо забывать про поток, который на момент, то есть люди, которые на момент находятся сейчас в Молдове. Да, сейчас по данным на вчерашний день на сайте Министерства социальной защиты, это было порядка 100 тысяч человек, по сравнению 130 тысяч человек на 9 марта. То есть мы видим, что меньше людей остается в Молдове, но это было понятно с самого начала. Мало для кого Молдова была финальным пунктом назначения. Но если мы говорим про эти 100 тысяч, которые на данный момент находятся, даже те, которые не запросили убежище, 48 тысяч, почти половина это дети. То есть, опять же, нагрузка идет не только на 3000 беженцев, которые формально попросили убежище в Молдове. Мы говорим об намного большем объеме необходимой помощи. Сколько ее конкретно нужно? Сколько денег уже потрачено? Из каких источников? К сожалению, этих данных у нас нет. Мы пытались командой найти, проанализировать эти данные. К сожалению, очень трудно расходную часть посмотреть. Господин Нику Пайпеску говорил накануне о том, что сколько тратится ежедневно на всех беженцев, которые находятся в Молдове. Вот я не могу сейчас найти эту информацию и сказать точную цифру, но на самом деле цифра большая. Более того, 1,1 миллиона долларов. Вот я нашла, значит, ежедневные расходы на содержание украинских беженцев в Молдове. Это та цифра, да, из этих средств треть покрывается за счет государственного бюджета. Также, господин... Мы говорим про государственный бюджет, это первое, да, это только треть. Мы не должны забывать нагрузку, которая идет на муниципалитеты. В первую очередь на муниципе Кишинев. Кроме того, частный, я очень рад и горжусь своим народом, который так откликнулся на эту проблему с беженцами и активно участвовал и в перевозках, и в помощи, и просто таким душевным отношением с пониманием. Действительно, я горжусь, что я являюсь молдаванином, живу в этой стране. И большое спасибо всем, который участвовал. Тем временем, также господин Попеску заявил, что Молдова приближается к критическому моменту своей способности предоставить убежище тем, кто спасается бегством от российского вторжения в Украину. Так заявил, я цитирую его. В случае эвакуации из Одессы, это вызовет подавляющий приток беженцев в Молдову, что станет полной катастрофой для гуманитарной ситуации. И все же, господин Усатый, как нам обеспечить жизнедеятельность этих людей? Смотрите, я где-то, наверное, соглашусь с этой оценкой. Самый большой риск, на самом деле, если в Одесской области начнутся открытые, то есть горячая фаза боевых действий, то да, надо ожидать существенного увеличения количества беженцев. Слава Богу, что это не первый день, это не 24 февраля, когда не были готовы структуры, когда не было готовых протоколов. Мы видим, что пускай не в денежном выражении, но в материальном 25 тонн груза с Великобритании были получены. Также откликнулась Голландия, Италия недавно, Турция, Швейцария, если не ошибаюсь, 20 тонн груза. Для моментального ответа, количество палаток, спальных мест, то, что нужно сразу, чтобы люди не спали в поле, чтобы не спали в машинах. Я думаю, здесь где-то ответ есть какой-то. Долгосрочно, как вы сказали, про рабочие места и все прочее, здесь уже и сложнее, и легче. Вы помните решение комиссии по чрезвычайным ситуациям от 1 марта, когда было принято решение, что граждане Украины имеют право трудоустраиваться в Республике Молдова без оформления официальных документов на разрешающую работу на постоянной основе. То есть там облегченная ситуация, просто работодатель должен заявить в Министерство труда и социальной защиты или по доведомственным организациям, заявить, что вот мы приняли этого человека и копию паспортов. Мне бы очень интересно было, конечно, понять, сколько с 1 марта, когда было принято это решение, вот до сегодняшнего дня, сколько украинцев воспользовались этой возможностью. К сожалению, таких данных нет, а эти данные помогли бы анализировать. Знаете, как можно было посмотреть, в какой отрасли экономики больше востребовано. Мы же не знаем, какие преимущественно профессии, допустим, у людей, которые запросили убежища в Республике Молдова. С этим надо работать. И это должно быть одним из основных пунктов плана по работе с беженцами. Мы же не понимаем, мы должны понять, какие люди. Кому нужна работа, кому не нужна. Я почему-то уверен, что не 100% запросят работу. Какие у нас есть рабочие места. Вот сейчас начинается сельхозсезон, да, это обычно сезонная работа, но малоплачная и неквалифицированная работа. Я слышала комментарии некоторых экономических агентов, которые представлены у нас в Молдове. Они говорят, что в основном это IT-сфера, она востребована. Но, с другой стороны, работодатели не знают, чем помочь людям с высшим юридическим образованием или образованием бухгалтера, потому что прибывают и вот этих профессий люди в Молдову, которые работали там, совсем по-другому законодательству. Но вот скажите, пожалуйста, свободные экономические зоны, мы вообще теоретически, возможно ли там наладить какое-то производство, которое сегодня не функционирует в Украине и привлечь этих людей-беженцев к работе там? Опять же, мы говорим про временной отрезок, который у нас есть в распоряжении, потому что мы понимаем, что в одном моменте это не делается. Да, 7 экономических зон, если говорим про субзону, 34. Мы не знаем, сколько этот отрезок времени продлится, понимаете? Работать надо, естественно, работать надо. И вы помните, даже когда был 20-й год, кризисный локдаун, и когда были такие апокалиптические прогнозы, что закроются и уйдут инвесторы, не ушли, и наоборот, в 20-м еще 8 новых инвесторов пришло. Сжалось чуть-чуть по количеству рабочих мест, 18 тысяч, если не ошибаюсь, на 1,5-2 тысячи уменьшилось, но потом быстро восстановилось. И при том это все зависело в первую очередь от наличия заказов в Европе, потому что, грубо говоря, это экспортно-ориентированный бизнес, который находится в свободных экономических зонах. И если сохраняются контакты, то, конечно, можно делать. Второй вопрос, что сейчас мы понимаем, что очень много такого же бизнеса, для которого работать на Automotive, в первую очередь, европейский, германский, опять же, в первую очередь, был размещен в Украине, потому что, когда мы работали с потенциальными инвесторами, они рассматривали как площадку инвестиций, если говорим про регион, то есть Молдова и Украина, это всегда было для них как бы один портфолио, потому что дальше Румыния, это уже Евросоюз, Российская Федерация, это чуть другие бизнесы. Это совсем другое, да. То есть сколько там закрылось, пришло, это надо работать. Возможность есть, понимаете, кризис тяжелый, кризис важнейший, но из каждого кризиса надо искать возможности, как идти дальше. А какие возможности, на ваш взгляд, мы сейчас можем найти из этого кризиса, извлечь? Ну, смотрите, в первую очередь, давайте посмотрим, какой был состав импорта из Российской Федерации Украины и Белоруссии. Особенно касается то, что мы можем производить сами. Начнем, пожалуй, с продукта переработки сельского хозяйства. То есть мы даже с рекордными урожаями, которые были собраны в прошлом году, это абсолютный рекорд за всю историю Республики Молдова, то есть 2,8, 3 раза больше собрано зернобобовых, включая кукуруза в 3 раза больше, чем в предыдущем году. То есть бешено, то есть урожай вообще рекордный за все время существования Республики Молдова. Казалось бы, ну вот тебе и животновоз, развивай, все. Ну, посмотрите статистику. Производство молока минус 10%, производство яиц минус 8%, производство мяса, всех видов мяса... А что значит минус? Меньше произвели, чем в ковидный год. Ага. И это имея дешевое сырье, которое находится в Молдове, в 3 раза больше урожая, чем в 2020 году. То есть то сырье, которое может быть использовано от корма скота и для молочного, для... Почему так? Не стимулирует местных производителей? Естественно. Вот если к этому вернемся, да. В этом состоит одна из самых больших вещей. Легче было импортировать. Давайте посмотрим импорт того же молока. Беларусь и Украина. Переработка крупы. То есть мы выращиваем пшеницу, а крупу импортируем. Хотя это просто еще один процесс переработки. То есть мы выращиваем сырье, добавленную стоимость оставляем за границей. То есть здесь на самом деле воспользоваться этим и начинать производить, перерабатывать сельхозпродукцию здесь в стране, ну это реально большой потенциал. Я даже не могу сказать, на сколько процентов роста ВВП может дать просто вот такой переориентации. Для этого надо работать. Ну вот смотрите, по поводу работать, господин Усатый. Вот ваш коллега, бывший, да, господин Муравский, который был тоже экономист известный, был вице-премьером молдавского правительства. Значит, он написал у себя на странице Facebook, прокомментировав решение высшего совета безопасности в агропродовольственном секторе. Значит, он отметил, что начиная с 24 февраля старался не критиковать молдавские власти, понимая, насколько тяжелые задачи им приходится решать в это трудное время и какая ответственность лежит на их плечах. Значит, но накануне президент Майя Сандус отзывала высший совет безопасности, на котором обсуждалась ситуация, которая сложилась в молдавской экономике в результате кризиса в регионе, роста цен на мировом уровне и разрушения глобальных цепочек поставок. К сожалению, руководство страны создает моменты, когда удержаться от критики невозможно. И вот вам пример, пишет Муравский. Значит, они решили выдать некие рекомендации, и вот они. Значит, я теперь зачитаю коротко эти рекомендации, которые, значит, выдал Совет безопасности. Первое. Ориентировать программы поддержки фермеров таким образом, чтобы выделять ресурсы и субсидии предприятиям и домохозяйствам, которые находятся в неблагоприятном положении в текущей ситуации. Два. Разработать и реализовать программы повышения производительности агропродовольственного сектора по всей цепочке. Три. Разработать механизмы, обеспечивающие в пруденциальных условиях непрерывность поступления финансовых средств в национальную экономику. Четыре. Обеспечить разработку программ продвижения небанковских финансовых продуктов, способствующих повышению потенциала по мобилизации финансовых ресурсов в акропродовольственном секторе. Тут Муравский также отмечает, что, прочитав эти рекомендации, я поняла одно. Понимая, как трудно стране и ее руководству, решила, что только хорошая порция юмора может несколько улучшить настроение граждан. И выдала на гора эту комедийную зарисовку. А в чем комедийность? Вот я так и не поняла, господин Усатый. Вы согласны с господином Муравским? Ну, с Александром Сергеевичем трудно не согласиться. А какие проблемы? Ну, давайте начнем. Во-первых, да, это достаточно общие рекомендации, но, честно говоря, не думаю, что Совет Безопасности мог бы спуститься и давать прямо, поменять такой закон, сделать это. Некоторые вещи были услышаны и рекомендации, которые господин Кику тоже от нашей команды опубликовал в интернете. То есть, если мы говорим про адресные помощи, это средства, которые доступны в фондах по поддержке сельхозпроизводителей. Это на секунду полтора миллиарда лей. То есть, видите, как оно сформулировано, может, за формулировкой не совсем понятно, но вот по первому пункту я где-то соглашусь, чтобы эти средства пошли на... Если можете процитировать, еще раз. Ну вот, ориентировать программы поддержки фермеров таким образом, чтобы выделять ресурсы и субсидии предприятиям и домохозяйствам, которые находятся в неблагоприятном положении в текущей ситуации. В текущей ситуации. Но фермеры так и требуют 50% покрытия семян и топлива, но они требуют все. Не те, кто находятся в тяжелой ситуации. Они считают, что они все находятся в тяжелой ситуации. Да. Возникает вопрос, что такое определение тяжелой ситуации. Конечно, это должно будет работать правительство, не совет безопасности. То есть, это их полномочия разработать, регламент, как это сделать. В чем важно, в чем суть, и с чем мы, наверное, согласимся. И соглашаемся по первому пункту. Это не время сейчас, вот из этих фондов по субвенционированию сельскому хозяйству, фонды помощи сельскому хозяйству, которые доступны, финансировать эти комбайны за миллионы долларов. Они нужны, но это не сегодня. Сегодня проблема какая в сельском хозяйстве? Надо обеспечить посевную компанию. А зимами надо обеспечить фертилизантами, удобрениями. Вы видите цены на удобрения, вы видите цены, которые идет у нас, цена на дизель, на топлива. Обо всем по порядку, обязательно эти темы затронем. Господин Усатый, как способны ли мы сегодня поддержать фермеров? Вот они требуют 50%. Наше предложение также снизить НДС на топливо, обязательно минимум на 50%. Возможно, посмотреть и по акцизам тоже снизить. Потому что доходы, которые в этом году по подсчетам получит государство дополнительно только за счет НДС, за счет того, что базовая стоимость топлива увеличилась, это 1,72 миллиарда лей годовых. То есть это доходы, которые в бюджете не были предусмотрены. Понятно, что на краткосрочном периоде нам нужны эти деньги. Для кризиса с беженцами, да, и не только. Давайте скажем опять 2 миллиона дефицит по исполнению бюджета за первые 2 месяца, когда про беженца вообще не было разговора. То есть не надо все укрываться беженцами. Так вот, деньги эти нужны. Давайте поднимем еще налоги. Давайте сделаем 30 ле, если нужны государству деньги. Но понимаете, этот краткосрочный позитивный эффект, который накопление, которое дало увеличение на 25% поступления сборов от таможенной службы, сейчас уже вторая неделя марта, но уже идет на спад. Это не может быть вечно. Мы этим убьем экономику. Наша экономика зависима от энергоресурсов. У нас очень большой коэффициент энергопотребления экономики. У нас нет энергоэффективных и серьезных технологий. Они только начинают внедряться. И не скоро будут. Начнем с этого. То есть мы запускаем цепочку инфляции, не делая этот простой шаг по уменьшению НДС на топливо. Вполне возможно, надо акцизы пересмотреть. Вернемся к Украине. Сложнейшая ситуация. Военное положение. Все, что хотите. Пожалуйста, на прошлой неделе президент объявил, что ставка 0 НДС на топливо. И это в той ситуации в Украине. Ребята, покажите страну и в Европе, которая не приняла меры для того, чтобы этот скачок цен удержать. В первую очередь на энергоресурсы. Какая страна не приняла этих мер? Мы же все прекрасно понимаем, что отсюда идет инфляция, отсюда идет рост цен и все остальное. Они нет того, что инфляция из-за того, что слишком много лев в экономике, перегрев экономики, из-за этого надо поднимать базисную ставку. Это совсем не так. Инфляция импортируемая. Если мы ее убьем на входе, уменьшив, что мы можем сделать, мы не можем повлиять цену на рынках плац. Это понятно. Но извините, с 25 лев, или сейчас уже 27 лев, которая стоимость La Fortuna на заправке, 10 лев это идет в карман государства. Здесь что, нельзя регулировать? Уверен, что можно. Мы об этом сейчас поговорим еще обязательно отдельно. Значит, разработать механизмы, обеспечивающие в пруденциальных условиях непрерывность поступления финансовых средств в национальную экономику. Это как? Готовы ли мы обеспечить эти механизмы? Каким образом? Откуда пойдут обеспечения этих финансовых средств, их вливания в национальную экономику? У меня создалось впечатление, что вот остальные три пункта, если мы говорим про них, да, они достаточно правильные. Но если мы говорим, вот, совет безопасности, который был собран по конкретному вопросу продовольственной безопасности, что делать в этой ситуации? Сделать эти механизмы, открыть небанковский доступ небанковским организациям в Молдову и так далее. Это все правильные вещи, абсолютно. Ну, это год, минимум. Да, небанковская система помогла бы здесь. У нас же в Молдове единственная страна в регионе, где не работает ни Samsung Pay, ни PayPal, ни прочие небанковские услуги. Даже на Украине телефоном подходишь и платишь, потому что у тебя небанковские услуги есть. У нас небанковские, ты платишь карточкой, самый большой комиссион в регионе, 2% практически, если он не изменился. Понимаете, невыгодно, невыгодно, где интернет, торговлей заниматься. А сейчас в условиях кризиса, это действительно отдушина для бизнеса. И многие прочие вещи. Правильные вещи говорят, но это ответ на немедленный кризис, в котором мы сегодня находимся, в котором, не дай бог, если вовремя не засеять и не обработать удобрениями, пестицидами урожай, к чему мы придем в середине года. Пока еще достаточно хорошие прогнозы на урожай в этом году. Умеренный рост, я не помню, эксперт-групп писал 4,5-4,7%, если я не ошибаюсь, последние цифры. То есть умеренный рост. Но опять же, это при том, что мы должны соблюдать технологии. Также по сельскому хозяйству хотела бы у вас узнать, многие оппозиционные политики говорят, что это катастрофически скажется на наших фермерах, то запрет вывоза кукурузы из страны. Вы согласны с этим или нет? Смотрите, опять же, возвращаемся к продовольствам безопасности. Мы понимаем, что есть вещи, которые страна должна обеспечить. Не дай бог обрываются подставки, не дай бог все цепочки поставок оборвутся. Возникает другой вопрос. На Совете безопасности, когда было принято решение о невывозе кукурузы, но опять же, возвращаемся к цифрам об урожае прошлого года. В три раза больше, чем в 2020 году. Абсолютный рекорд за всю историю Республики Молдова. Сколько вывезли, сколько осталось, сколько нужно. Понимание, все цифры могут быть общественные, потому что, что касается госрезервов, безопасности страны, обычно это закрытая информация, и мы не претендуем на то, чтобы получать эту информацию. Меня другое, знаете, как смущает. После того, как после 1 марта начали крупные экспортеры и производители ставить во главу угла этот вопрос, а нам чем сеять, нам надо деньги заработать, а что мы будем делать с этой кукурузой. Потом вышло исправиться, ну, вполне возможно, мы отменим, потому что не на достоверных цифрах о запасах кукурузы формировали вот это решение ВСП. Ну, ребята, это вообще никуда не годится. Принять решение глобальное в условиях кризиса, запрете экспорта, разрешение экспорта, и потом остановиться, мы, наверное, не на правильных цифрах базировались. Не знаю, какую оценку здесь можно поставить. Это вообще не шутка. Это не шутка. Итак, значит, продолжим. По поводу, что вы можете сказать по поводу продовольственной безопасности. Накануне министр экономики Молдовы Сергей Гайбу сказал, что, цитирую, на внутреннем рынке Молдовы могут возникнуть проблемы с гречкой. Мы видим, что есть в Гагаузии, в некоторых районах, проблемы с солью, и в Кишиневе, кстати, и еще с некоторым видом продовольствия. На ваш взгляд, в ближайшее время будут какие-то серьезные риски, нехватки продовольственных продуктов? Ну, полностью по продовольственной корзине, наверное, таких рисков на данный момент нет. По гречке соглашусь. На данный момент, а на ближайшее время? Ну, опять же, мы в таком неопределенном пространстве, времени действуем, когда мы не знаем, ни сколько это будет длиться, ни на каких условиях это будет длиться. Но что касается гречки, наверное, соглашусь, мы же импортируем. И основные производители – это Российская Федерация, Украина, и, кажется, из Беларуси мы импортировали. Понятно, что на данный этап, по коротким цепочкам, по которым импортировался этот продукт, невозможно это делать. Делать какие-то обходные пути, но это будет стоить в разы больше. Будут люди покупать или перейдут на другой тип продукта, ну, скорее всего, перейдут на другой тип продукта. Тот же самый ажиотаж с солью. То есть, основной импорт шел с Украины, и техническая соль, и пищевая соль. Там чуть калийная из Беларуси, но это не так много. Ну, цепочка оборвалась, придется делать новую. То есть, сказать, что вот так нехватка соли в регионе скажется. Да, местные просадки, да, никто не делал больших запасов соли. Ну, зачем, если она работает с колес? То есть, нет, не было необходимости затраты на… По всем остальным продуктам, ну, честно, не вижу я такой большого риска. Думать надо. Надо делать резервы. Вполне возможно, учитывая, что фактор неопределенности есть в регионе, вполне возможно, надо увеличить эти резервы. Как, на сколько, на какое время. Ну, для этого есть Высший совет безопасности, есть агентство по материальным резервам, которое должно этим заниматься. Вы сами озвучили цифры, которые уменьшились нашего производства. Насколько готовы наши заводы увеличить свои мощности? В случае чего? Очень много молочной продукции из Украины поступало, очень много другой, другого вида. Да, и в том числе и мясо, и птицы. Мясо птицы, к примеру, тоже очень много оттуда приходило. Опять же, если дать возможность местным производителям, если простимулировать, мы имеем фонды АИПа и прочие фонды для поддержки сельхозпроизводителей. Если не поддерживать просто, это и есть один из пунктов наших рекомендаций по экономической ситуации на данный момент. Неправильно будет на данный момент просто всех одинаково финансировать на гектар. Если ты перерабатываешь продукцию в Молдове, здесь можно делать какие-то дополнительные преференции и бонусы. Понимаете, потому что мы стимулируем, платим деньги с наших же налогов, с налогов тех же сельхозпроизводителей. Эти продукты, как сырье, не обработанное сырье, вывозятся за рубеж. То есть, где остается добавленная стоимость, где создаются рабочие места, где остаются налоги. То есть, это уже надо с контрагентами из других стран договариваться. Может, вы просто субсидируете, если вам нужно сырье. Конечно, может, я утрирую, но тем не менее. Если правильно мотивировать это, я уверен, что это стрелит. Кроме того, не забывайте, что мы находимся в ситуации, когда надо пользоваться. Да, учитывая риски и проблемы есть в регионе, но мы должны пользоваться и оппортюнити. То есть, возможности, которые открываются в этот момент. Опять же, мы понимаем, что внутренний рынок, то есть, на данный момент невозможно привезти продукцию с Украины. А на полках достаточно много было молока, молочной продукции, сыры и так далее. Понимаете? Дальше, что будем делать? Готовы ли Министерство экономики использовать эти моменты и как эффективный менеджер, так скажем, урегулировать все вот эти, вот эту ситуацию, конвертировать их в возможности, так скажем? Я думаю, что это не проблематично. Здесь может не только Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства, как отраслевое министерство, через подведомственные организации. Я не вижу здесь ничего невозможного. Переделать регламент по использованию средств на финансирование, на субсидии в сельском хозяйстве, почему нет? Возможно ли в данной ситуации привлечение инвесторов в Молдову? В данной ситуации, которая сложилась в регионе? И да, и нет. Ответ такой неопределенный. Объясню, почему. Понятно, почему, потому что ситуация неспокойная, любит бизнес, любит тишину, а да, почему? Обязательно, да. Да, потому что, опять же, что любая такая проблема, она открывает и двери для возможностей. Понимаете, если мы говорим про, допустим, какие-то серьезные корпорации или компании международные, которые захотели бы в свои торговые цепочки включить продукцию из Молдовы, притом переработанную здесь на месте, чтобы уменьшить логистику и так далее. Здесь сам Бог велел. То есть очень много вещей, которые можно передумать. Я не знаю, как остальные компании, которые переориентироваются, допустим, с Украины на Молдову, учитывая, что, допустим, Украина-Молдова при сопоставимом, конечно, у нас даже чуть меньше размере оплаты труда, вывезти куда-то в Европу, мы понимаем, что там в разы больше, да, минимум, ну, не на порядок, в разы больше оплаты труда. То есть как она пойдет, где она пойдет, это надо очень серьезно работать. Этим надо пользоваться. И с инвесторами надо говорить. Понимаете, я не знаю, если с ними работать или нет. Надо вот когда, как был кризисный, ковидный год, надо встречаться, объяснять, успокаивать, если хотите. Всеми надо работать. Можно ли это сделать молниеносно, вот так вот быстро? Повернуть эту ситуацию для того, чтобы она сыграла во благо, так скажем, в регионе? Достаточно трудно прогрессировать, знаете, как достаточно типически на это смотрят. А что слышно, вот вы общаетесь с кем-то, с потенциальными инвесторами, уже с теми инвесторами, которые находятся в Молдове? Что они говорят? Какие у них настроения? Ну, вот в этот кризис, который начался, мы не говорили на эту тему, конечно. Но то, что начался энергетический кризис, на них больше повлияло, скажем так, спрос на эти запчасти автопроизводителей в Европе. Потому что, ну, в первую очередь, говорим про automotive, как основная индустрия, основная индустрия здесь. Они были достаточно оптимистически, оптимистично настроены. Если помните 20-й год, когда, да, начались перебои, помните, что начали даже временно сокращать количество работников, в компании в свободноэкономических зонах, резиденты, потому что не было заказа от автопроизводителей. Но, учитывая, что автомобильная промышленность – это все-таки одно из основополагающих во многих странах Европы. И при том, это не просто она стоит сама по себе, это целый комплекс, который работают миллионы, десятки миллионов людей, компаний, фирм. И мы помним, когда начались первые программы по поддержке бизнеса в Европе, и вы помните, это была авиация и automotive. То есть оно вошло обратно. Сейчас, не знаю, саммит, недавно был саммит ЕС, на прошлой неделе, какие результаты было там, тоже обговаривались, учитывая такую ситуацию с стоимостью на энергоресурсы, тоже обговаривались пакеты помощи по индустриям в самом Евросоюзе. И думаю, что automotive, опять же, учитывая, сколько он генерирует рабочих мест, сколько смежных предприятий и отраслей генерирует эту отрасль, скорее всего, его поддержат. В этом случае и компании, которые находятся на территории Республики Молдова, будут иметь объемы работы, будут иметь заказы. То есть, вполне возможно настроение, учитывая, что кризис 2020 года уже прошел где-то. То есть, я имею в виду, что в недавнем прошлом уже был такой пример, который показал, что, в принципе, с поддержкой государства это решается. Тем временем война в Украине спровоцировала экономический кризис, и люди все меньше хотят инвестировать. Продажи квартир и автомобилей в Молдове резко упали. Эксперты утверждают, что пока ситуация в Украине неопределенная, люди опасаются делать долгосрочные инвестиции. У людей, как я вижу, настроение не очень. Здесь есть несколько факторов. Давайте, первое, да, мы понимаем, что в такой турбулентной ситуации, первое, что идет, люди предпочитают накапливать деньги, вместо того, что их тратить. Конечно, надо принять усилия для того, чтобы не уменьшать объем потребления. Потому что, вы понимаете, это под спочки поведет к уменьшению потребления и всему прочему. Мы говорим про покупку квартир. Ну, в соответствии с статистикой, очень большая часть квартир покупается или в ипотеку, или по программам, которые имеют ипотечный компонент. Или напрямую финансируется, но опять же, это вид кредита, напрямую финансируется застройщикам, кредитуется застройщиками, я хочу сказать. То есть, учитывая, что базовая ставка, базовая ставка Национального банка поднялась с июля прошлого года с 2,65% до 10,5%, практически на 7%. Вы понимаете, сколько стоит ипотека? Сейчас, на 7% в год минимум стоит дороже, чем было когда-то. Будет ли тот человек, который хотел купить квартиру и даже имеет деньги, имеет доходы, купить ее в этом состоянии? 7% в год. А посчитайте на количество лет ипотеки. Я думаю, это тоже немаловажный фактор, который повлиял на это решение, чтобы не брать. То же самое, смотрите, покупка машин. Мы говорим, то, что идет по статистике, очень много идет именно про новые машины. Многие из них берутся в лизинг, через лизинговые компании, кредитные компании. Опять же, учитывая, что кредит уже не 3%, то есть базовая ставка не 3%, а 10,5%. То есть автоматически все кредиты, все потребительские кредиты опять же растут. Хорошо это или плохо? Ну, понятно, что это плохо. Мы замораживаем, кроме того, что и так трудная ситуация, мы еще замораживаем потребление, мы еще больше замораживаем экономику. Можно как-то отрегулировать эту ситуацию? Наши рекомендации, базовую ставку отпустить обратно, минимум до 5%. Государство может себе это позволить? Да, по нашим расчетам спокойно. Понимаете, самое большое здесь это страх инфляции. Инфляция, рост цен и так далее. Но у нас инфляция самая высокая за последние... Именно, самое главное, что инфляция спровоцирована не наличием избыточных леев в экономике, не перегрев экономика, когда избыточная денежная масса, и повышая процент кредитов, повышая кредитную ставку, уменьшаем процент кредитов и вытаскиваем лишние горячие леи из экономики, и успокаиваем экономику. Вот это инфляция, которая монетарная, так скажем. У нас инфляция совсем другая. У нас инфляция из-за инфляционных импортов цен. И правительство правильно говорит, что у нас импортированная инфляция. Инфляция импортируется через повышенные цены на энергоресурсы, в первую очередь газ и нефтепродукты. Сейчас ждет электричество еще. Чем здесь поможет увеличение процентной ставки? Инфляция же не уменьшится. Ее хоть до 20% повысят. В Молдове 21 был максимум. Есть шанс все-таки добиться более института. Если можно здесь последний, то сказать. В Евросоюзе инфляция тоже максимальная за последние, не помню, 10 лет практически. Она максимальная, но мы предпоследние по инфляции перед Турцией. Да, но базисная ставка в Евросоюзе ноль. Нормально? Потому что они понимают, в чем источник инфляции. Надо бороться с источником и не с последствием. Я не понимаю, это столько раз говорилось, это столько эксперты муссировали, эксперты, которые вроде поддерживают правительство, и сколько говорили, что не поможет это, зачем это делать. Странно, почему государство так себя ведет. А как они это комментируют? Что будет, например, с теми людьми, которые взяли себе в кредит первый дом по программе Примакаса? Молодые семьи, которые работают в бюджетной сфере. Да, и бизнес, где процентная ставка привязана к базовой ставке Национального банка, и после этого идет маржа, стоит маржа сверху коммерческого банка, который выдает кредит. Везде вырастет. А как власть имущие комментируют, почему они отказываются это делать? Ну, это стандартный инструмент фискальной политики. Это стандартный инструмент, который рекомендуется МВФ и прочим другим финансистам. Только видишь инфляцию, надо сразу повышать ставку, чтобы не отпустить лей. Но к этому есть и другие возможности. Смотрите, в первую очередь Национальный банк, насколько я понимаю, достаточно удачно делать интервенции на внутреннем рынке, на рынке валюты. То есть продавая валюту, держит уровень лея. Второе, достаточно много беженцев здесь находится, и люди, которые приехали туда, меняют здесь деньги. Это тоже такое валюты, несмотря на то, что это все трудно, но тем не менее, если мы абстрагируемся от всей остальной ситуации, говорим просто про валютный рынок. Они же тоже, потому что видите, сколько маржинцев, сколько украинцев меняют деньги, притом больше доллара и евро, на местную валюту. Опять же, это идет дополнение. Ну, если откроют экспорт кукурузы, это опять придет валюта в страну. Ну, понимаете, инфляция и рост цен вызван не избытков леев. Еще раз говорю, это же не в этом причина. Бить надо по причине. Хорошо, по причине бить. Можем, есть ли шанс вообще пересмотреть цены на газ? Конечно, есть. Когда? Ну, когда? Когда закончится конфликт в регионе? Я думаю, в горячей фазе конфликта, конечно, это достаточно сложно будет делать, даже теоретически, технически, как надо все посмотреть. Но, смотрите, давайте хотя бы ставку НДС снизим на газ в это время. Ну, хотя бы это сделать. Почему нет? Почему этого не делается? Почему вы даете себе рекомендации? Потому что нужны деньги в бюджет. Ребята, но эти деньги в бюджет, это не те деньги, которые должно зарабатывать государство. На ресурс, который просто убивает экономику. Еще больше поднимаем на него цену. То же самое касается нефтепродуктов. Вот буквально сегодня ваш коллега, руководитель партии, руководитель правительства, в котором вы работали, Ион Кику, заявил следующее. Когда-то, я его процитирую, что он написал в фейсбуке, когда-то, когда власти страны думали сперва об экономике, только потом о популизме, данные о ВВП за предыдущий год ожидались, интенсивно обсуждались. Сейчас пас. Итак, ВВП в 2021 году вырос по сравнению с 2020 в сравнительных ценах на 13,9%. По сравнению с 2019 на 4,5%. Так, страна прошла через пандемический кризис и жестокую засуху 2020 года. Такую выжженную землю оставили предыдущей, нынешним. Посмотрим, как пойдем через нынешний кризис. Очень надеемся, что страна выдержит и сейчас. Мы готовили цифры. Это же формальные цифры по росту ВВП. А выдержимы сейчас? От чего это зависит? От того, сколько проделится кризис? Это в первую очередь. Это, конечно, в первую очередь, насколько долго будет продолжаться кризис. Потому что мы понимаем, что кризис не только в Молдове, региональный, но достаточно слабая страна. Здесь на данном этапе без внешней помощи будет достаточно трудно это все решать. Очень трудно, мое личное мнение, учитывая, опять же, динамику поступления, расходов бюджета, которые за первые два месяца, я понимаю, что ситуация ухудшается. То есть в срочном порядке нужно дополнительное финансирование. Насколько я понимаю, правительство обговаривает это с МВФ. Правда, очень странно идут сигналы. Знаете, когда 11 марта на пресс-конференции госпожа премьер-министр с представителем МВФ, господином Атаяном, говорит, что у нас все равно бюджет, макроэкономические ситуации, показатели достаточно стабильные. И дисциплина, и управление бюджетом позволяет нам не просить срочное финансирование, а просто мы пересматриваем существующую программу с МВФ. То есть все нормально, все хорошо. На следующий день встреча с заместительными министрами иностранных дел Германии, где госпожа президент, госпожа премьер-министр, госпожа министр иностранных дел Германии обсуждают вопросы экономической ситуации, помощи в разрешении кризиса в Молдове. И там прямо-впрямую просятся грантовые деньги, невозмещенные деньги для поддержки кризиса с беженцами, но самое главное для энергетического кризиса и повышения уровня или сохранения уровня жизни людей. То есть разница один день. Вот как один и тот же массаж, один и тот же человек дает таких разных массажей. Они говорят, что у нас макроэкономические показатели, все нормально, у нас классная дисциплина, нам ничего не надо, а здесь деньги дают. А готов ли будет нам МВС бескорыстно и действительно волниеносно выделить требуемую нами помощь? Теоретически да. И мы им очень благодарны, когда начало пандемического кризиса в 2020 году через механизмы экстренного финансирования мы все-таки получили доступ, цифры не хочу ошибаться, но получили доступ на первые несколько миллионов, опять же, давайте я не буду говорить о цифрах, что-то они у меня замылились, но тем не менее мы получили эту экстренную помощь, ответ был очень быстрый, реакция была очень хорошая. Может в этот раз так же обойдется. То есть это не было в рамках, опять же, этих переговорных процессов, которые по основной программе с МВФ. То есть это было вот это экстренное финансирование, которое нам очень помогло на самом деле. Ну, долго ждать не придется, завтра завершается миссия МВФ. Надеюсь, мы услышим что-то позитивное после этой встречи, потому что мое мнение и мнение нашей команды, наших коллег, что без внешней помощи на данном этапе будет очень трудно справиться. Очень трудно. Нарея опубликовала предложение по увеличению цены электроэнергию. Предварительно, если там комиссия утвердит, то с 1 апреля тариф на электроэнергию для бытовых потребителей Центра Юга Молдовы вырастет с 1,51 до 2,17 за 1 кВт. А для жителей северных районов с 2,04 до 2,51 за 1 кВт. Что получается? Цены на электроэнергию – это следующая какая-то бомба для страны? Да, конечно. Есть вообще ситуация парадоксальная. Почему мы заключили только на месяц контракт с Кучерканской ГЭС? К этому я хотел вернуться. Смотрите, давайте посмотрим, как оно было, исторически как это сложилось. Мы помним, когда господин вице-премьер-министр сказал, что мы сейчас начнем новую закупку. Я прошу прощения, господин Усатый. Меня очень просит режиссер, чтобы я вышла на рекламную паузу, и мы продолжим беседу на эту тему. Дорогие друзья, реклама на 21 канале. Итак, мы вернулись в студию. Напомню, что в эфире программа «Главное». Сегодня мы обсуждаем экономическую ситуацию в стране с гостем нашего эфира, экс-министром экономики Республики Молдова Анатолием Усатым. Господин Усатый, в продолжении нашей беседы, что все-таки случилось, почему цены на электроэнергию, на РЭЭ требуют повысить? Опять же, небольшая ретроспектива. Вы помните январь, вы помните объявление представителей правительства Республики Молдова. Сказали, что сейчас в март-апрель начнется тендер на электроэнергию. Причем несколько компаний. И 3 лея за киловатт. Это будет очень оптимистический сценарий. Вы помните, какую реакцию вызвали эти слова. Потом, оказывается, можно было продлить на год это СНГС по существующим ценам. И говорили о том, что это продлится. Все-таки предварительные переговоры шли и так далее. Да, мы знаем, что шли переговоры и предлагали, что нет, мы пойдем на покупку на открытом рынке. Такой ответ был. Но можно было на год еще с СНГС. И так газ повысился. Нефтепродукты растут как на державе. А почему они изменили накануне это законодательство, на ваш взгляд, для того, чтобы там было как минимум два источника? Ну, смотрите, для энергии безопасности, в принципе, деферрификация это всегда в плюс. Это не проблема. Но объявлена же чрезвычайная ситуация в области энергетики. Можно отойти от этого. Мы отошли от этого в 2020 году, когда была объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Но это была чрезвычайная ситуация на всей стране. И мы продлили тогда, подписали только с одной, СНГС. Здесь, оказывается, можно было продлить еще на год СНГС. Хорошо, война, поставки газа, риски удалось продлить только на месяц. Но я хочу обратить внимание на что. То есть в тот момент, когда объявлялось, что 3 лея – это очень оптимистичная цена, была возможность продлить минимум еще на год СНГС по существующим ценам. Вот здесь я где-то запутался, вот здесь я где-то не понимаю. То есть, оказывается, это можно было. Помните, как мем в интернете. А что, так можно было? Оказывается, можно было. И в чем смысл тогда? Вот я тоже не понимаю, в чем смысл. Господин Спынов заявил, что смысл связан с тем, что сейчас нестабильная ситуация в регионе. Но она с чем связана? С тем, что как-то через месяц все изменится? Или мы найдем более выгодные цены? Или что? Ну, это было понятно с самого начала, что более выгодных не будет. И опять же, залазить на эти трилеи за киловатт, которые были объявлены очень оптимистичной ценой. И была возможность продлить, сколько бы ни было, по существующей цене. Но давайте хотя бы, если этот кризис повышения цены на электроэнергию, если он неизбежен. Но давайте не будем его делать вместе с кризисом повышения цены на энергоресурсы. Остальные, я имею в виду, газ и нефтепродукты. Есть возможность его до лета оттянуть. Но сколько есть возможности оттяните? Давайте вот этот пик, давайте разберемся, чтобы страна остыла от этих повышений, которые есть на остальные энергоресурсы. Зачем это все в одно место кидать? А где подводные камни могут быть? Почему? Сейчас я понимаю, что МГРС сама осталась максимум на месяц, потому что нет понятного будущего с поставками газа через Украину. Никто не может сказать, что будет дальше. Понимаем, что транзит под угрозой, это риск, риск есть, и он должен быть приниматься во внимание. Вполне возможно, после месяца получится еще на месяц продлить, еще на месяц продлить. Надо максимально оттягивать повышение на электроэнергию. Сейчас это еще один удар по экономике страны, я не знаю. Это чтобы не было ударное отбивание. На сегодняшний день цена на бензин 95-й составляет 27,72, на дизель 26,91. Есть ли потолок вообще этих цены, как нам возможно отрегулировать цены на топливо? Вы, кстати, говорили в начале программы о том, что необходимо снизить акцизы. Обязательно. Я общалась, кстати, кажется, даже с господином Кику на эту тему и с другими экономистами. Они говорили о том, что когда мы подписывали в 2014 году договор об ассоциации, там есть момент того и наше обязательство перед европейскими партнерами о том, что мы ежегодно будем повышать ставку на акцизы. Пока не достигнем уровень акцизов в основных странах Евросоюза. То есть мы не имеем права убирать, понижать эти акцизы, не так ли? Все правильно. Ну, смотрите, там, чтобы мы достигли средней ставки акцизов в Евросоюзе, а сейчас акцизы уменьшились в связи с чрезвычайной ситуацией в Евросоюзе. Почему мы не уменьшаем? Единственная страна в регионе, которая не отреагировала на это. Еще раз привожу пример Украины. На прошлой неделе президент Зелецкий объявил, что НДС и акцизы обнуляются в Украине на энергоресурсы. Я имею в виду в первую очередь на нефтепродукты. Но это страна, где открытый в горячей фазе военный конфликт находится. А у нас что? Смотрите, вся Европа еще до Нового года делали, не говорю же, про Польшу, про Венгрию. Все отреагировали. Все буквально отреагировали, потому что понимаем, ребята, наша экономика хорошо используется в частных целях эти нефтепродукты. Это одна часть. Но они же в большинстве своем используются для ведения бизнеса. Понимаете, это же все. Вот это и есть источник инфляции. Вот здесь его надо душить на взлете. Тут НДС, который ты здесь потеряешь, грубо говоря, потеряешь, что мы потеряем? Опять же, потому что выросла базовая ставка. Если доход в бюджете был через НДС на нефтепродукты, цифра X была учитана, сейчас будет на 1,7 миллиарда больше. То есть эти деньги, которые не были в доходной части бюджета, то есть ты не теряешь их фактически, но убиваешь экономику. Опять же, все страны это сделали, ну не секрет, ну не делаем сами, ну давайте скопируем, что делают соседи. Понимаю, что не всегда надо делать, ну опять же, зачем изобретать колесо? Ну вот везде это уже сработало, везде, абсолютно, во всех странах. Цены оптовые даже повысились, и более того, речь идет во многом о даже дефиците топлива. Хотя НРЭ этот момент опровергает, она говорит, что никакого дефицита абсолютно нет, есть даже большие запасы. Это так или нет? Вполне возможно, конечно, цифр у меня нет, то есть нет доступа к этим цифрам, но я предполагаю, что здесь все-таки такое спекулятивное поднятие цен. То есть если на бензоколонке ты не можешь поднять цену выше рекомендуемой НРЭ, зная, что завтра, послезавтра, сегодня выросла цена, вот у меня, скажем там, 100 тысяч тонн в резерве, зачем я буду продавать ее сегодня заправкам, когда я знаю, что она завтра вырастет? Но это же незаконно. Почему? Закон же это позволяет. И НРЭ так и показал, ребята. Почему сегодня в парламенте тогда не отреагирует закон? Это получается шантаж, шантаж потребителя. Это же свободный рынок, хочу продаю, хочу не продаю. Потребителя нет, потребитель финальный, это цена на бензоколонке регламентируется. Как государство тогда, государство, как должна тогда регулировать это? Ну вот, надо изменить все-таки закон. Когда поменяли механизмы ценообразования, механизмы контроля цен на энергоресурсы, эту конкретную ситуацию не предусмотрели. Ну, понятно, что когда пишется закон, невозможно предусмотреть абсолютно всех ситуаций. Это действительно невозможно. Но здесь, имея парламентское большинство, нельзя быстро отреагировать на это. Такая ситуация возможна только как спекулятивный рост, когда цена растет 2 лея в сутки, когда так было. Ну, конечно, в таком случае возникают вот эти вот спекуляционные риски. Господин Усатый, вы все-таки вот общаетесь с малым, средним бизнесом. Какие у них настроения, какие планы, как настроить их? Ну, знаете, малый и средний бизнес все-таки это не какое-то однотипное предприятие. В первую очередь здесь зависит от сектора, да, в каком-то легкой индустрии, перерабатывающей или где-то еще. Ну, на самом деле, учитывая, что в первую очередь их очень-очень по ним ударило, это повышение энергоресурсов, очень сильно ударило, реально. И сейчас, если поднимется электричество, по ним даже сильнее, чем газ ударит, потому что газ, ну, вот весна приходит, газ не так много тратится, а все остальное очень много используется. На электричестве производства, да. На электричестве это может ударить еще больше. Кроме того, доступ к кредитам, кредиты, ну, работать бизнесу без кредитов, понимаете, это не совсем тот путь развития. То есть нормально надо иметь доступ к кредитам для того, чтобы развивать свой бизнес. С этой точки зрения, да, я приветствую, что был изменен законно гарантия для малого и среднего бизнеса правительством. То есть мы знаем, что если этот фонд на 600 миллионов лей, для того, чтобы компания, малый и средний представитель малого и среднего бизнеса, если хочет прокредитоваться в банке, ему не надо нести залог, залог за него дает государство. Все хорошо, даже уменьшили на 0,5%, вот этот комиссион, который получал АДИМ, для своих внутренних операций уменьшили. Это организация АДИМ при Министерстве экономики? Да. В то же время кредит, базовая ставка с 2,65% по 2,25%. Вот я только хотела сказать, а что толку от этого 0,5%? Вы понимаете, то есть им труднее кредитоваться. С другой стороны, очень многие из них делают, все-таки работают больше на местный рынок. Часть малых и средних предприятий, кто работает на экспорт, не такая большая, скажем так. Те, кто работает на внутренний рынок, внутренний рынок, вы же видите, как сокращается потребление. Опять же, повышением, уменьшением потребительских кредитов, повышением базисной ставки, мы потребление уменьшаем, значит, люди уже меньше у них покупают. То есть мы их бьем с двух сторон. Кредиты запрещаем, уменьшаем мы потребление. Второй вопрос, рост цен, люди, работники просят уже рост зарплаты. Повышение зарплаты, да. Это же реально, когда вся твоя зарплата уходит на отопление, ну зачем? Ну логично, конечно. И с этой точки зрения то есть вопросы. И одно из наших предложений было, ребята, это трудную ситуацию для того, чтобы удержать людей на рабочих местах, потому что я показал, какие есть риски. И риски, они сейчас начнут материализоваться из-за повышения, уменьшения потребительского спроса, увеличение базисной ставки, увеличение на энергоресурсы. Надо людей держать на работе. Давайте, как мы делали в 2020 году, простимулируем, профинансируем налоговую часть работника. То есть я работаю на предприятии, я плачу соцстрах, я плачу медицинский, я плачу налог на прибыль. Все это работодателю компенсирует государство. Сейчас важно удержать людей, чтобы они с этим потоком мигрантов тоже не уехали с Молдовы. Потому что, во-первых, и фактор риска, фактор цен, то есть желание эмигрировать из Молдовы, оно все растет и растет. Я со своими знакомыми разговариваю, которые еще даже в кризисные ковидные годы, они, нет, я стану здесь, я буду жить, люди достаточно обеспечены. Сейчас они уже начинают подумывать эмигрировать из Молдовы. Так вот, мы должны их этим удержать. Как по-другому? И это сработало, это сработало в ковидный год, когда был локдаун, когда было производство. Давайте реплицировать. Зачем мне опять что-то придумывать? И вроде сделали. Большая проблема, знаете, в чем? Потому что нету подушки безопасности, нету отрасли, которая сейчас могла бы вести страну. Вспомните 2020 год. Сколько нас давили, что зачем эти программы по инфраструктуре? Мы отстояли тогда. Притом программу «Хорошие дороги» и прочие программы, которые мы начинали делать с инфраструктурой, они не были включены с самого начала года в государственный бюджет. А те программы, которые вы включили в государственный бюджет тогда, эти программы, они реализуются или сейчас создаются новые программы? Нет, просто по инфраструктуре здесь интересно было бы чуть-чуть развить эту тему, конечно. Потому что сегодня власть приходит и говорит о том, что даже вот в этих тяжелых условиях есть возможность им развивать инфраструктурные проекты. Давайте посмотрим, сколько денег на это выделено. Дорожный фонд меньше, чем в прошлом году. Программы, как и «Хорошие дороги» полтора миллиарда, которую в ковидный год сделали, нет. Хотя эта программа, как ни один раз подтверждала господин Кику, эта программа и помогла нам выплатить. Потому что одно рабочее место, созданное в таких инфраструктурных программах, генерирует минимум три рабочих места в смежных отраслях. Для Молдовы, где не такой механизированный труд, я думаю, даже ближе к четырем. Понимаете? И это делали не только мы. Вспомните начало кризиса. И когда на нас давили, зачем кризис, полтора миллиарда на дороге. Говорят, нет, ребята, надо делать. Смотрите, Украина. Опять же, не надо идти далеко, не надо как-то делать. Тогда, опять же, господин Зелинский объявил, мы не будем инфраструктуру уменьшать, мы, наоборот, будем дополнительно финансировать. Возьмите страны Прибалтики. Кризис. Что они сделали? Сделали новые программы, профинансировали по энергоэффективности и другой инфраструктуре, где задействована рабочая сила. Чтобы люди не дома сидели и получали пособия, а чтобы они получали зарплаты. И, кроме того, оставалась инфраструктура. Сейчас в Украине, я не думаю, что эти проекты реализуются. Украина сейчас, я говорю про ковидный год. Мы говорим, допустим, хорошо, не хотите хорошей дороги. Но давайте, вы же сказали, что двери открыты. Есть деньги на финансирование международных, с международными партнерами. Открыто финансирование. Мы в 2020 году практически первые фазы переговоров на дополнительно 300 миллионов кредитов от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка для дорог от Бельца до Криева, Обязная, Кишинева, второй, третий участок и так далее. Мы эти практически закончили переговоры, понимаете? Должны были еще переговоры с Евросоюзом, грантовую составляющую. То есть теоретически могли рассчитывать практически на 400 миллионов евро. Сейчас бы эти проекты работали. Сколько рабочих мест они создают, понимаете? Сколько рабочих мест. Это и водители, и рабочие, и так далее. Сейчас бы могли абсорбировать и тех беженцев, которые находятся в Молдове. А у нас второй год подряд приходит наоборот. Если три года подряд возвращались люди из Российской Федерации, из-за границы, возвращались, чтобы работать в инфраструктурных проектах, потому что тот же механизатор, гридерист, тракторист получал до 20-25 тысяч лей здесь, на месте, работая в Молдове. Понимаете, они массово начинали возвращаться. Сейчас второй год идет отток. Сейчас, на данный момент, если даже эти полтора миллиарда лей найдем и начнем делать какую-то новую программу, я уже сомневаюсь, что у нас будет возможность ее реализовать в таком объеме и так быстро, как это было в предыдущие годы. Ну а с этими кредитами, почему до сих пор не сделано? Полтора года потеряно. Этот рабочий сезон уже потерян. Представьте себе, такие большие инфраструктурные проекты сейчас бы работали в Молдове. На порядок меньше было бы вопросов. Ну ладно, на порядок я, наверное, утрирую, но намного меньше однозначно. И все же, господин Усатый, вот как вы считаете, в завершении нашей программы, чтобы мы все подытожили, на чем сейчас необходимо экономически сконцентрироваться, на ваш взгляд, нашим властям? В первую очередь, надо уменьшить стоимость, любым путем уменьшить стоимость энергоресурсов. На данный момент, учитывая, что мы не влияем на международные биржи, еще раз возвращаюсь к тому, что надо уменьшать налоговую нагрузку на импортируемое сырье, в первую очередь на нефтепродукты. У нас очень большая ставка, ну как 20% идет НДС, и от 7-7 тысяч идет на тонну акций, за это на бензин, на дистоплива меньше. Это надо уменьшать. Это, если в краткосрочном периоде дает доход через сервичевый омал, то в долгосрочном периоде мы убиваем экономику, мы убиваем свою экономику. Надо сконцентрироваться, номер один сейчас, на посевной. Если будет по прогнозам хороший год и будет сельскохозяйственная продукция, учитывая, что цены на сельскохозяйственную продукцию вы видите как растут в мире, это в какой-то момент может нас спасти, может дать нам дополнительный вот этот вот запас прочности, который позволит пережить это трудное время. Опять же, надо это делать через уменьшение, в первую очередь, там рискованное, самое главное, стоимость топлива для посевной, стоимость фертилизантов, удобрений, пестицидов, гербицидов, агрохимии, которая нужна. То есть, над этим надо серьезно работать, серьезно думать. Если мы провалим этот сезон, вы понимаете, что урожай... А сельскохозяйственное фермеров, оно необходимо? На данный момент, думаю, да. На данный момент, да, абсолютно. На данный момент без этого никак не сделается. Понимаете, суть в чем? Мы знаем разные методы, как можно делать дешевле, допустим, ту же солярку, грубо говоря, как народную солярку для сельхозпроизводителей. Есть страны Европы, где ее красят в разный цвет, что если покупаешь сельхоз, солярку, она стоит там на 10 центов или сколько-то дешевле. Делаться такой анализ и для Молдовы не сработает. В первую очередь, коррупционная составляющая и все прочее. То есть, здесь было бы хорошо полностью снизить. Или уже давать, конечно, давать субсидии на гектар для этого. Но для экономики намного было бы лучше, намного легче это сделать, намного легче администрировать, если бы просто мы снизили вот этот НДС на нефтепродукты. Реально. И тогда бы это хорошо сказалось не только на сельхозпроизводителях. Опять же, малый и средний предприятие, крупный бизнес, почему нет? Перевозчики, смотрите, что в этой сфере делается. Скоро будут на лошадях ездить, но цены действительно растут. А возможно ли установить какой-то потолок цен на бензин, на энергоресурсы? Это все-таки государственно-стратегические продукты? Ну, смотрите, у нас импортеров буквально три компании. Те, которые продают на рынке, их намного больше. То есть те, которые покупают у импортеров, крупных импортеров, покупают бензин и дизель и продают. Они какую покупают? Они покупают по цене завезенной. Это цена плаца. Ему тогда придется, вот он берет импортеры, берет, скажем, обтрагируемся по 10 лей, ему придется продавать по 7, ему придется работать в убыток. Вряд ли можно проблемы страны переносить на проблему частного бизнеса. Это будет абсолютно неправильно. Мы убьем все, что еще можно убить. А резервы у нас нет возможности свои государственные делать? Вполне возможно, что есть. Но, опять же, у государственных... В том числе совместными силами с этими компаниями? Наверное, есть. Знаете, я вообще не сторонник таких жестких государственных мер, как создание резервов, потом подажа, перепродажа. То есть вы сторонник того, чтобы акцизы... Естественно, у государства есть инструменты, которыми они должны пользоваться. Для того, чтобы экономика работала, создавать ее условия. Да, сейчас надо создать условия кризисного периода. Да, надо уменьшить расходы. Нету доходов на покрытие основных. Ну, давайте что-то урежем. Давайте выходить... Вот есть МВФ, давайте выходить на остальных партнеров. Вроде даже господин Муришан, европарламентарий, он недавно сказал, что 140, кажется, миллионов были комиссии апробировали при одной из субкомиссий на Еврокомиссии, и осталось в пленарном заседании сделать. Да, это до 2024 года. Но если поднапряжься, если, как не сказать, партнеры по развитию открытые, могут дать финансовые средства, могут помочь, протянуть руку помощи, надо сейчас здесь с этим работать. Без этого, я не знаю, восстанавливать потом экономику. На ваш взгляд, готовы ли будут нам партнеры предоставить руку помощи? В данной ситуации. Знаете, во-первых, вопрос не идет о таких больших цифрах, если мы говорим про основных доноров. Молдова все-таки это не такой гигант, как Украина. Даже на Украину находят возможности это делать, чтобы поддержать. Там цифры, вы помните, сотни идут, чуть ли не триллионы. Про Молдову не идет вопрос о таких деньгах. Я думаю, что если нормально почитать, сколько нужно, нормально принести анализ, это вполне логично найти, и вполне реально найти эти деньги. Видя открытости, видя, что я хочу еще отметить, текущее правительство достаточно открыто и хорошо общается со всеми иностранными партнерами, со всеми странами Евросоюза. Мы видим отовсюду обещания поддержки. Мы понимаем, что поддержка, никто не сидит на мешках с деньгами, и она так не приходит. Но надеюсь, эти обещания материализуются. И на данный момент, в краткосрочном периоде, это должно спасти. Если будет вот эта подушка безопасности, тогда уже можно будет решать энергокризис. Тогда доходы, расходы сбалансировать, и вполне возможно, выкарикываемся. Но первое, что надо думать, это сельскохозяйство. Если упустим этот год. Господин Усатый, огромная благодарность вам за интересную беседу, за исчерпывающий ответ. Я надеюсь, что мы еще не раз встретимся с вами в эфире нашей программы. Спасибо вам огромное. Вам спасибо за приглашение. Друзья, я напомню, что в эфире была программа «Главная». Сегодня гостем эфира был экс-министр экономики Анатолий Усатый. Я желаю вам хорошего вечера. Впереди вас ждет много интересного. До скорых встреч. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова